В столице Урала, Екатеринбурге, сегодня подписан исторический договор, подтверждающий добрососедские и союзнические отношения Казахстана и России в 21 веке. Нурсултан Азарбаев и Владимир Путин в очередной раз доказали всему миру партнерство и дружба наших государств нерушима. 10-й юбилейный форум межрегионального сотрудничества был посвящен промышленной кооперации, однако среди множества дискуссионных площадок здесь нашлось место и для общения молодежи, и для презентации новых бизнес-проектов. О том, как дружат странами и народами, расскажет Артем Истомин. То, что лидеры Казахстана и России вершат историю двухстороннего сотрудничества именно в Екатеринбурге, очень символично. Если город на Неве всегда называли окном в Европу, то столица Урала с давних времен считается настоящими воротами в Азию. Сегодня Екатеринбург четвертый по численности населения город России и очень перспективный центр взаимодействия. Это уже седьмая по счету встреча Нурсултана Азарбаева и Владимира Путина с начала текущего года. Отношения между нашими странами всегда развивались очень динамично. С появлением таможенного союза и единого экономического пространства эта динамика обрела еще более реальный результат. Только по итогам прошлого года казахстанско-российский товароборот превысил 23 миллиарда долларов. Сегодня мы приехали на 10-ю юбилейную встречу. Конечно, за это время пройдено очень много. Это послужило базой создания таможенного союза. То есть переходим на более другой уровень интеграции, на литер-экционную работу. Оживление идет. Самое главное – довольные люди бизнеса, люди, которые торгуют. Я думаю, что таможенный союз, единое экономическое пространство, будущий экономический союз, откроет еще большие возможности границы для сотрудничества. У нас после выхода на полноформатную работу таможенного союза, конечно, существенно улучшились показатели, связанные с торговли. При этом хочу отметить, что торговые потоки, товарные потоки в Россию со стороны Казахстана увеличиваются гораздо быстрее, чем наши поставки в сам Казахстан. На выставке, которая прошла параллельно с форумом, Казахстан встречали как давнего друга и самого крупного внешнеторгового партнера среди стран СНГ. Свою продукцию здесь представили полсотни предприятий из 14 российских и 10 казахстанских регионов. Интерес огромный. Об этом говорят все. Для нашей фабрики развитие продаж в Казахстане более даже предпочтительнее, чем продажи в Европу, которую мы осуществляем. Мы скажем, братские народы. Поэтому сотрудничество крайне теплое. И встреча всегда что с нашей стороны, что со стороны Казахстана добрая, теплая, радушная. Форум приграничного сотрудничества уже десятый по счету. Поочередно его принимает казахстанская и российская сторона. И впервые на его полях проходят такие масштабные молодежные дискуссии. Кстати, сегодня у российских студентов появился новый тренд. Площадка G-Global. Вы знаете, даже не приходится объяснять, что такое G-Global. Большинство студентов подходят, они уже знают, что это. И, вы знаете, очень приятно слышать о том, что они принимают активное участие. Действительно, они хотят не просто узнать уже о нас. Они приходят поделиться тем, что уже сделано на базе интеллектуальной площадки G-Global. Ключевые события форума разворачивались здесь, в доме Севастьянова. Это старинный дворец, построенный в первой четверти 19 века. Главные вопросы повестки дня – сотрудничество в области транспорта, логистики и, конечно, промышленности. Казахстану сегодня, как никогда, нужны новые технологии и инновации. Россияне же заинтересованы в нашем постоянно развивающемся рынке. Такое партнерство всегда приносит обоюдно выгодный результат. Межрегиональные форумы доказали свою востребованность и безусловную эффективность. В настоящее время 76 из 93 субъектов Российской Федерации имеют экономические связи со всеми 14 казахстанскими областями, а также с городами Астана и Алма-Ата. Прежде чем конкурировать со всем миром через ВТО, должны научиться конкурировать здесь. Мы слышим недовольство, что импорт оттуда мало, экспорт оттуда мало. Это наши внутренние вопросы. Надо конкурировать и стараться вывозить такие товары, которые потребляются на местах. Как раз и здесь мы должны закалиться внутри. Не секрет, что одним из залогов динамичного сотрудничества Астаны и Москвы является личная дружба глав наших государств. На форуме в Екатеринбурге благодаря договоренностям Назарбаева и Путина удалось подписать ряд важнейших документов. О транспортировке нефти через территорию Казахстана и совместной разведке трансграничного и машевского месторождения. Кроме того, на новый уровень партнерства вышли регионы. Соглашение подписали представители Караганды, Костаная, Атырау, Екатеринбурга и Астрахани. Нам говорят, что мы живем на ресурсах сырьевых, минеральных ресурсах. Это надо считать на данном этапе нашим преимуществом. Используя это, мы должны строить альтернативную экономику. Исходя из этого, предлагаю обозначить тематику следующего форума, как инновации в углеводородной сфере. И провести его в городе Атраву, в Атравской области в 2014 году. Сколько за два дня проведения форума заключено контрактов, какие-то суммы и объемы, эксперты пока считают. Одно известно точно, Казахстан и Россия в 21 веке вместе. Главным итогом встреч в сердце Урала стало подписание исторического договора о добрососедстве и союзничестве. Думаю, что в Екатеринбурге форум прошел очень успешно. И он будет содействовать тому, чтобы наши взаимоотношения, наши торговли, сотрудничества, экономик, людей, культуры будет все возрастать. И служить на благо обеих соседних, дружеских, прямо скажу, братских народов. Артем Истомин, Ренат Садыров, Дулат Янтибеков, Хасена Маркулов и Алмасу Маргалиев из Екатеринбурга.